Как не платить транспортный налог за мощный двигатель? Какой русский не любит быстрой езды? Старая русская пословица дошла до наших дней без малейшего искажения смысла. Сегодня многие наши соотечественники, собирающиеся приобрести авто, задумываются о как можно более мощных железных конях, способных развивать большую скорость и обладающих высокой динамикой разгона. Однако практически всегда эйфория от обладания многосильным авто сменяется разочарованием, когда наступает обязанность оплаты ежегодного транспортного налога. Что такое транспортный налог? Транспортный налог – это ежегодный прямой сбор с населения в пользу бюджета РФ, который назначается каждому владельцу автотранспортного средства, обладающего мощностью силового агрегата более чем 70 литров. С. Налоговая ставка на автомобили сильно меняется в геометрической прогрессии с ростом количества лошадей в моторном отсеке и на примере Москвы, а в каждом регионе ставка назначается разная, в зависимости от экономических показателей внутри субъекта Федерации, данные цифры составляют по состоянию на июль 2018 года. От 171 до 100 литров с 12 рублей звездочка с каждой л. От 101 до 125 литров с 25 рублей с каждой л. От 126 до 150 литров с 35 рублей с каждой л. От 151 до 175 литров. 45 рублей с каждой л. От 127 до 250 л. От 151 с каждой л. От 201 до 200 л. От 501 л. От 151 л. От 150 рублей с каждой л. Обратите внимание, из приведенного списка наглядно можно увидеть и сделать вывод о том, что пропорциональная зависимость между мощностью силового агрегата и ставки налогообложения в рублях отсутствует и цена возрастает приблизительно по параболической функции. Так, владелец авто с мощностью 100 литров заплатит в год маленький налог в 1200 рублей. А если его машина обладает вдвое большей мощностью, то цена возрастет не в два раза 2400 рублей, а составит уже 10 тысяч рублей. То есть более чем в 8 раз. Если же автолюбитель решил, что ему крайне необходим спортивный суперкар или огромный внедорожник с мощностью 400 литров, то его карман ежегодно будет пустить уже на 60 тысяч рублей. Но это еще не все. В РФ с 2015 года был введен повышающий коэффициент для хозяев сверхдорогих авто и сумма налога возрастает от 10% до 300%, если новенький автомобиль стоит свыше 3 миллионов рублей. Но далеко не каждый любитель горит желанием расставаться просто так, с такими суммами каждый год. Перевозка инвалидов как способ не оплатить налог законные способы обхода высокого транспортного налога. Как не платить транспортный налог за мощный двигатель. Если изучить принципы начисления транспортного налога, можно вполне законными способами попробовать оплатить меньше либо вовсе обходить закон. Данные способы представлены в следующем списке. Прежде всего, в НКРФ прописаны некоторые категории граждан, которые имеют льготы. По транспортному налогу, лауреат Ордена Славы, Герои России, участники и ветераны войны вооруженных конфликтов, имевшие место в нашей стране, начиная с ВОВ-инвалиды и двух групп лица, занимающиеся особо опасной для жизни работой и многие другие категории людей. Если в ближайшем окружении автолюбителя есть такие лица, которым можно полностью доверять, то всегда можно оформить дорогостоящие или мощное авто подчас эти два фактора неотделимы друг от друга на одну из этих категорий населения, что освободит истинного владельца от оплаты налога. В случае, если владелец авто является легитимным хозяйствующим субъектом или владельцем ИПО-либо юрлица, то он может попытаться оформить лицензию, позволяющую его предприятию осуществлять перевозку инвалидов. Данная категория лиц также освобождена от уплаты налогов. Если у многодетного отца имеется три или более ребенка, то он освобождается от налогового бремени по транспортному налогу, правда только в том случае, если в распоряжении семьи находится автомашина с мощностью не более 200 литров. С. Закон не запрещает оформление автомобиля на любого гражданина страны, даже если он несовершеннолетний. Одним словом, водить ребенок не имеет права до 18 лет, а быть хозяином МТС может, однако при этом налоговая ответственность наступает также с 18 лет. Многие автолюбители и лица, приобретающие дорогие и мощные авто, пользуются этим, оформляя их на своих детей и освобождаются от налога. Пока ребенок не достигнет совершеннолетия, а потом переоформляет повторно на более младших детей. Многодетные семьи имеют льготы по транспортному налогу, если посмотреть по таблице распределения налоговых ставок в зависимости от региона нашей необъятной страны. Можно увидеть, что несколько субъектов имеют крайне маленькие налоговые ставки. Так, например, если в Москве, как было сказано выше, этот показатель варьируется от 12 до 150 рублей. За один литр, то в Ненецком автономном округе данная ставка уже колеблется в пределах от 0 до 50 рублей. За лошадь. Однако при этом никто не мешает зарегистрированному в ином регионе автомобилю спокойно перемещаться по московским или петербургским дорогам. Только налог в конце года должен приходить по месту временной регистрации в три раза меньше, чем в мегаполисах, и отчисления идут в бюджет региона, где прошло оформление ТС. Последние годы законодательство разрешает физическим лицам оформлять на себя лизинг. По сути, по данному договору авто находится в долгосрочной аренде с ежемесячной выплатой платежей, а значит, зарегистрировано на другое лицо – лизингодателя. Достаточно выгодная правомерная схема, которая позволяет не оплачивать налоги за чужое авто и пользоваться им как собственным весь период эксплуатации. Однако вполне возможно, что лизингодатель обяжет физлицо выплачивать периодические платежи уже с учетом налога. Последний, не самый легальный способ – внести корректировки в ЭТС или договор купли-продажи автомобиля, существенно занизив фактическую стоимость, что избавит от налога на роскошь или мощность мотора, так как это повлияет на налоговую ставку. Однако далеко не каждый государственный орган или крупный автосалон пойдет на такой подлог, так как в процессе проверки данных налоговой эти факты могут вызвать ряд вопросов. А в случае выявления факта незаконной деятельности лиц, причастных к подобным деяниям, могут привлечь не только к административной, но и к уголовной ответственности. Важно! Несмотря на все уловки, тратящее время, нервы и деньги автолюбителей, самый дельный совет для них может быть только один – выбирать транспортное средство, которое будет по карману не только во время совершения покупки, но также и на период эксплуатации, и не придется задумываться далее, как обойти транспортный налог. Последствия от неуплаты транспортного налога Отдельная категория автолюбителей не сильно переживают по поводу мощности ТС, так как попросту игнорируют налог, приходящий в начале года, с мыслями о том, что налоговики не приставы и сделать ничего не смогут, а налог могут и отменить, да и проверяют должников редко. Однако, как показывает практика, налоговики действительно терпят до 2-2,5 лет, за которые купится сумма налога ОВ и пение по нему 1,03 от общей суммы долга за каждый день неуплаты после отведенного до этого срока. Лизинга получатель не платит транспортный налог, но, несмотря на то, что, согласно законодательству, отводится всего 3 года для инспекции ФНС, чтобы обеспечить контроль за оплатой налога, через те же 2,5 года налоговики могут обратиться в суд, и вся сумма разом превратится судебную задолженность для автолюбителя, с которой будет разбираться уже служба судебных приставов, ограничивая действия водительских прав и запрещая выезд должника за границу, или, мало того, привлекая его к дисциплинарной ответственности. Поэтому со всеми налогами лучше разбираться вовремя, и транспортный здесь не является исключением. Звездочка цены указаны по состоянию на июль 2018 года.